Итак, три слоя жизни. Есть развивающийся разум. Что значит развивающийся разум? Это значит, вы все время меняетесь. И если вы все время меняетесь, то у вас возникнет вопрос, как себя вести с людьми, которые не меняются. Вести надо себя очень внимательно и аккуратно. Эти люди однозначно напрягутся от того, что вы меняетесь. Им это будет страшно, потому что, когда человек меняется, это страшно всегда. Понятно? И они не различают, куда вы меняетесь, потому что они думают, если ты сейчас начал вот так, то дальше ты попадешь в секту, а дальше ты раздашь все свое имущество и дальше уйдешь в монастырь, а дальше тебя там съедят или в жертву принесут. Ну что-то с тобой произойдет. То есть они думают, что вниз, что вверх – это одно и то же. Разницы нет, что ты там спился, что в монастырь шел. Разницы нет никакой, все одно и то же. Им страшно, потому что они считают, вот жизнь в страсти – это и есть самое то. Надо просто не париться, жить как все, копить себе денежку, потом разводиться, сходиться дальше, потом опять разводиться, пока не надоест. Как вести себя с людьми в страсти? Близкие, родственники, знакомые, которые не хотят развиваться. Кстати, заставить развиваться нельзя человек. Вот человек рядом не хочет развиваться. Знаете, почему он не хочет развиваться? Потому что не пришло время. Всегда, когда человек развивается, только когда приходит время. Есть только четыре фактора, которые дают человеку возможность развиваться, менять свою жизнь. Вот этот вход в благостную жизнь – это очень редкий вход, и он может включиться только в результате четырех факторов. Самый главный и первый фактор – это страдание. Вот человек, это 80% из вас через страдание. Было так тяжело, что уже не знаешь, что делать, и думаешь, блин, что же делать-то? Может, послушать что-нибудь, лекции какие-нибудь? Раз там в интернет набрала, что-то там, раз – торсунов. Смотришь, что за торсунов, там аннотации секта. Может, еще какие-то лекции набираешь. Ну ладно, вот еще что-нибудь. Опять торсунов. Что ты будешь делать? И потом раз – послушала, вроде нормально. Ну, примерно так. Сначала вас будет испытывать это. Бог скажет – нет, не надо. Опасно. Вот. Вот.